Итак, когда скачивание программ завершилось, можно приступить к их установке. Начнем с виртуальной машины. Это обычная программа, которая устанавливается точно так же, как и любая программа на вашем компьютере. Например, на macOS это выглядит следующим образом. Запускаем программу установки. Ждем несколько раз далее. И дожидаемся, пока процесс завершится. Виртуальная машина успешно установлена. Теперь можно загрузить в нее нашу операционную систему. Запускаем установленную программу. И выбираем пункт меню. Файл загрузить конфигурацию. Теперь нужно найти на диске загруженный нам файл biolinux.ova. Можно оставить все значения по умолчанию и нажать кнопку «Импорт». Процесс может занять довольно долгое время. Когда импорт конфигурации завершился, перед вами должен возникнуть примерно такой экран. Здесь мы видим информацию о системе. Например, ее версия, количество памяти и другие параметры. В правом верхнем углу небольшое изображение превью, как сейчас выглядит наша система. Поскольку она выключена, то там просто черный экран. И, наконец, слева список доступных систем. У нас она только одна. Давайте же запустим наш Linux, нажав на кнопку «Старт». Мы видим, что открылась еще одно окошко. Вдовременно с этим на превью стало меняться изображение. Оно соответствует тому, что изображено в окошке. Его можно растягивать, сворачивать, закрывать и перемещать по экрану. Давайте дождемся, когда Linux загрузится полностью. Продолжение следует...